Всем добрый вечер! Безумно всех рад видеть, потому что у нас очень давно не было открытия клубов полноценных по разным причинам. Были какие-то разные реформы внутренние и так далее. Не знаю, насколько многие из вас знакомы с нашим проектом «Мой чай». Меня зовут Шевлёв Сергей, я рукурил этого проекта, так получилось. И в этом году у нас будет много всякого интересного. И этот год начался вот так классно здесь. Я очень-очень рад всех видеть. Что я буду делать? Я буду сегодня заваривать чай, как это ни странно. Собственно, делать то, что я сейчас запил Виктор, покрепче. Потому что я люблю заваривать крепко, так получилось, это моя работа. Я нету никаких друзей, скажем так, у меня зависимости, кроме чая. И поэтому я люблю заваривать достаточно крепко. Если вдруг кому-то будет слишком крепко, просите водичку, я дам воду. Надеюсь, мне сейчас принесут её побольше. Как-то соответствие количества людей и воды пока не полное. Я буду стараться одновременно и заваривать, и говорить. У меня не всегда это получается. Поэтому мы сегодня попробуем не очень много чая, но очень крутого. Я не знаю, насколько глубоко каждый из вас чай. Не очень радостно видеть. Знаете, я всегда, когда делаю дегустацию, спрошу. А какой-то который вы раз, сколько раз вы были? Я смотрю, большинство я никого не видел. Может быть, кто-то видел в других городах. Скорее всего, я всех вижу почти первый раз. Ну, кроме тебя, чтобы всё снеси и дверь выбейте из просветка. Надо, чтобы шоу все животные. Правильно? Поэтому не знаю, насколько вы знакомы с чаем, скажем так, интересным. Но сегодня я начну это всё. Мои любимые чаи, это вообще выдержанные чаи лаунча. Вот, всякие какие-то редкие штуки, которые я собираю многие годы. И так как я привык удивлять, и сам люблю тоже удивляться, то, собственно, с годами, скажем так, запрос растёт. Вот, мы сегодня начнём с чая, который с 1160-го года производился. Это зелёный чай с острова Тайвань. Вот, супер. Так прямо пошло, свежая, счастья, радость, любовь. Ну, как когда все живут, это прямо прямо так. Называется Миньгой Лау-Вича. То есть выдержанный зелёный чай. Мы сегодня напили с коллегами. У всех из пиалочки, да, уже всё? У всех пили? Отлично. У кого нет, всё закажется. Вот. Я буду заваривать один. Возможно, я буду заваривать сразу два чая, потому что нас много. И это очень круто всех видеть. Вот. У меня нет какого-то особенного плана. У меня единственный план, потому что у меня сегодня самолёт в 7 часов. Я не могу, поэтому до 4-45, наверное, я буду здесь, а потом мне надо будет убежать. Ну, так получилось. Сейчас пролетел-улетел. Вот. Много всяких разных бежуг. Надеюсь, что в следующий раз я окажусь на подольше. И мы сделаем, как я обычно люблю, когда вот 4-5 часов. Мы сидим и потом ещё отвечаем на всякие вопросы. Умные, дурацкие. Поэтому будем сегодня всё делать быстро. Задавайте, как можно, больше умных и дурацких вопросов. Перебивайте меня. Никакой лекции нет. Мы просто пьём классный чай и общаемся. Чашечки нет. Безобразие. Я сейчас вам лично... Миньго лаври чай, правильно? Так, что? Миньго лаври чай, да. У нас их несколько было. И... Вот. В общем, что я буду делать? Я буду заваривать вкусный, интересный чай. И буду что-то рассказывать. Но, наверное, самое крутое. Если вы просто что-нибудь спросите, если вдруг захочется или момент, я сейчас буду посылать к вам вот такие вот бунтовые. Они же чашки справедливости. Когда они окажутся у вас, старайтесь их как можно быстрее опустошить при помощи самих себя и ваших близких. Вот. Сейчас ко мне кто-нибудь подключится. Алексей, там кто-то есть. Живые. Да, супер. Сейчас мы допустим. Это чай. Да. Что за чай? Интересная штука. Я всегда думал, что зеленый чай, вообще все знают, что зеленый чай должен быть свежим. И все знают, что есть такая история, что вот есть там старые пуэры, есть старые луны, есть какие-то выдержанные чай такие, выдержанные чайские. А зеленый чай, это уж, ну, конечно, свежий. И когда мне его где-то лет, наверное, может пять или шесть назад, по-моему, впервые я познакомился с этим чаем, мне сказали, что слушай, но вообще-то выдерживают все. Так или иначе зависит от. И один товарищ коллекционер мне вот угостил вот этим вот самым чаем, непосредственно им, и потом еще несколькими из этой же истории. Он говорит, а это, говорит, попробуй, скажи, что это. Я такой пью, говорю, слушайте, ну, что-то необычное, может быть, какой-нибудь там старый лугун, там, или красный, что-то такое вот выдержанное, какой-то старый чай. Он говорит, нет, это старый зеленый чай. И потом, я помню, что на самом деле есть, по сути, любой чай можно составить, просто происходят некоторые изменения по-разному, в зависимости от того, какой чай, по-разному ферментируется годами, по-разному изменяется. И получается так, что какие-то чай можно, например, прогревать, как у луны, там, через 10-15, какие-то чай можно полностью запекать, какие-то чай даже подферментируют, там, чуть-чуть с ними делают. То есть там есть разные способы, скажем так, превращения в старый чай, естественно, мы не очень путем. Он говорит, на этом чай просто лежал 10 с лишним лет, уже 60 получается. Вот, и с ним стало вот то, что вы сейчас пробуете. Это зеленый чай. В 60-м году. У него очень интересная палитра вкуса, и, на самом деле, подделать такое прочее невозможно, потому что, ну, нет такого же вкуса. Скорее всего, вы такое, возможно, не пробуете. А его специально, да, решили? Я думаю, что, сказать, это изначально было случайно. Вот, завалялся. Вот, завалялся. Вот. А потом, как бы, они поняли, что, о, ничего себе. Оказывается, если заваляется, получается так. На самом деле, есть интересная история. У меня есть, например, некоторые лунзины, которые там я покупал до 10 лет назад. И у них вот, ну, как вот, любой зеленый чай полежит. Он такой, станет жухленький какой-то, неинтересный. Лет пять полежит он такой, лет шесть, лет семь. А вот, когда вот тут столько полежит, становится вот такой, как вы сейчас пьете. Не весь. Я думаю, что с ним, возможно, делали какой-то прогрев. Может, что-то еще с ним делали. Возможно. Никто не может сказать ни да ни нет, потому что никто этого не знает. До подвига. Но мне сказали так, что ничего не делали. Ребята, еще чихали, еще кипяток. Вот. Я начну сразу заваривать следующий чай. Следующий чай. От другого человека. С того же замечательного острова. На этом чай написано «Скромный год 1963». Это Шэмпуэр. Я думаю, что, конечно, вы никогда тут не пили. Потому что, если вы пили, то, скорее всего, он либо был настоящий, либо он был не 63-го года. У меня это все, что есть. Я это пью только на таких событиях, как сегодня. Потому что праздник. У нас сегодня приехали управляющие из Кирова, из Мастердама, из Ростова, из Липецка сейчас должен приехать, из Москвы, естественно. Здравствуйте. На самом деле, забегая вперед, скажу. Вот. Мы давно готовились. Мы долго. Знаете, это как вода, она такая, мощный поток такой, лежал камень. И мы такой камень так двигали, двигали, а потом сразу и поток пошел. А почему тут Новороссийский? Прились хорошие люди, которые сказали, давайте сделаем тут Новороссийский. Я сказал, давайте сделаем тут Новороссийский. Ой, какой вам спасибо. Да. Я думаю, что наполняют собой для того, чтобы эти хорошие люди захотели еще где-нибудь открыть. Знаете хорошего человека? Да. Хороший человек, где-то здесь бегают. Его зовут Марк и сам был. Да. Вот. И, собственно, да. Ребята наши давние, скажем так, почитатели чая. И вот они решили, решили уплатить место здесь. На самом деле, уже просто мы еще сделали выводы, потому что много у нас очень упало людей по почте. Не знаю, есть ли кто-то здесь из вас, к сожалению, или к счастью. Вот. Но и мы поняли, что город хороший, красивый, классный. У нас рядом Краснодар, Ставрополь, Ростов. Надо как-то продолжить вот это вот все. А вот, собственно, Марк. Ничего, что я так спалил тебя нормально. Это что? Да, да, да. Вот, Марк. Это все благодарю. Аплодисменты. Да. Поэтому есть клуб. Здесь, конечно, сейчас мы только-только, как вы видели, открылись. Еще он будет наполняться всякими классными, прежде всего, событиями. Я думаю, что это элементами, что-то будет доделываться. В общем, первый шаг, первый день. Это всегда очень радостное событие. У меня, говорю, праздник, поэтому я в таком excited состоянии немного. Сейчас куда-то ушел один чихайчик последний. Там был тот самый шенпуэр. А в первом по-прежнему еще... Где еще не было первого чая? Вообще не было. Да? Давайте так. На самом деле этот чай, он глобально не способствует быстрому говорению. И вообще вот поспособствует. Попил, одну чашечку выпил такой. И там где-то, знаете, далеко такая-то гора. Там где-то за третьим горизонтом, знаете, когда горы, вот их много. И там несколько в дым уходящих вершин. И вот туда посмотреть, в часик-другую. В тишине. Вот подхану. Совершенно начинает раскрываться. И где еще не было, может быть, первого чая осталось такое место? Да? Сейчас все придет. Сейчас все придет. Девушки не было вообще, по-моему. Продолжу большой рассказ. Что же такое чайный клуб? Чайный клуб для меня это, прежде всего, люди. И вообще чай это, на самом деле, прежде всего, люди. Потому что я вот говорил про эту гору, на которую ты смотришь. Ты там, может быть, один или с кем-то пьешь где-то. Я обожаю пить чайной природе. На самом деле, больше всего люблю пить чайную природу. Чайный клуб – это, по сути, тот самый кусочек в городе, когда ты можешь себе создать это место. Ну, для меня, по крайней мере. То есть, ты создаешь себе кусочек природы с людьми, которым тебе хорошо. И, я думаю, задача любого чайного места, прежде всего, создать эту атмосферу. И дать возможность каждому, кто приходит, создать себе такой кусочек атмосферы. Вот. Я с мастером, или ты сам по себе хочешь заварить, просто побыть. Делать какие-то интересные мероприятия. На самом деле, ребята сейчас у них очень большие планы. И тоже, если у кого-то есть какие-то классные идеи, музыка, лекции, мастер-классы. И все, что хорошее, органичное, приятное, и сочетается, скажем так, с идеологией духом чая, естественно, всячески welcome. То есть, сейчас тут, я думаю, все похоже представлю Самвел. Да? Давайте я представлю гостям. Да? Самвел у нас управляющий клуба. И я думаю, что вы всегда сможете здесь его найти. Здесь также еще есть Алексей, который, кстати, был долгое время очень управляющим нашего клуба в Липецке. И также еще работал в Москве у нас тоже. То, что тут уже есть ребята опытные из команды, которые тоже будут заниматься развитием места. Всячески все открыты, естественно, по всевозможным сотрудничеству, идеям классным. Приходите, рассказывайте, будем что-то делать вместе, да? Потому что, прежде всего, я говорю, что чайный клуб для меня лично это семья, это атмосфера, это какая-то душа, место. И на самом деле мне очень-очень нравится наша клуб именно в регионах. Во-первых, потому что я всегда отдыхаю и всегда вижу такие новые лица и какую-то такую более камерную обстановку. Все равно потому что Москва очень такой движниковый город, очень быстрый, где сложно расслабиться. Хотя там тоже, конечно, чайный такой азийский. После этого все забегаешь, все, ура, все, можно остановиться, можно посидеть. То есть это и место, где можно остановиться, и место, где можно отдохнуть, и место, где можно почувствовать какую-то, скажем так, атмосферу. Дух чая просто даже порадоваться не обязательно какой-то специальный повод для обилизма. То есть зашел в чайный клуб, да? Зашел в чайный клуб, да? Зашел в чайный клуб и там хорошо. И почему я люблю чайный в регионах? Потому что очень здорово, что чай начинает развиваться, вылезать вот за пределы какого-то такого немножко закрытого круга, такой немножко даже маргинальной тусовки отчасти, что вот мы там чайные люди такие сидят там серьезные, там надутые бубки, лу-юй, понимаете ли, и всякие там прочие пуэры с улунами, и вообще, а вы тут все черн, ничего не понимаете в нашем высоком искусстве. Я на самом деле, ну, понимаю, я сам был таким когда-то, да, и для меня лично это сейчас немножко чуть-чуть смешно, ну, я по-другому очень по-милому к этому отношусь, потому что, да, среди моих коллег есть такие, кто там в неком образе пребывает чай вот таком одухотворенном. Это хорошо, это очень здорово, что есть, но мне кажется, что чай, это он немножко вот более широкий, да, немножко про другое, немножко про более такую душевную, дружную атмосферу, когда мы можем не думать о, скажем так, каких-то стереотипах, а просто думать про чай. То есть чай – это просто чай, да, ну, даже люди, скорее, потом чай. А сначала вот это именно дружность, это какое-то вот единение, гармония, спокойствие, умиротворение, а потом все остальное. И ему не нужно какое-то объяснение, ему не нужно даже какие-то специальные, там, знаете, вот надо вот так заварить, вот такой чай нужно сейчас, или вот это. Это можно, и, как бы, это классная игра, но на самом деле, тогда получается вот это атмосферу, это чувство, очень тонкая такая, еле уловимая история, да, между такими-то принципами, условиями, правилами, и что вот чай – это так, и надо так, и вот этим вот полным, скажем таким, можно все, есть очень большая такая вот, ну, тонкая история. Когда получается создать, получается как раз то самое место, к которому ты приходишь, классно, я с чайами здорово. Да, вот, и я путешествую по меру, я очень часто захожу вот в какие-то места, иногда у кого-то получается это создать атмосферу, у кого-то, иногда нет, но в основном за атмосферу – это люди. Я думаю, что ребят, сейчас будет главная работа – это воспитать школу, скажем так, людей, кто умеет эту самую атмосферу создавать. А я не знаю, какой у вас, у вас, скорее всего, ш-ш-ш-ш, первый лава уличан. Они бесконечные оба, они завариваются столько, сколько их будешь заваривать, у меня сейчас есть еще два других чая, так как тайминг у нас, к сожалению, такой не очень большой, но я еще заварю кое-что, интересное тоже. А в среднем, сколько ты первый раз делаешь? Я вообще вот сейчас, то, что я сейчас делаю, это вообще не имеет ничего общего с чайным правильным завариваемым чаем. То есть я просто высыпал очень много чая, в чайник налил много кипятка и завариваю в ванну. То есть там очень крепко, скорее всего, и гораздо больше, чем надо может быть. Очень насыщенно. Да, да. Но в чем хорош, в чем особенность классного чая? Классный чай очень сложно испортить. Да, вы можете его заварить очень крепко или очень слабо. В любом случае, вы что-то от него почувствуете, классно вам будет он приятнее. Даже если он будет корчить то, что перезаварил, потом будет самое хуй-гайное, послевкусие сладкое, которое возникает после реально хорошего чая. И я на самом деле, когда я говорил, завариваю чай покрепче, да, вы как бы, получается, заварить очень крепко, я так определяю чай, качество его. То есть я завариваю очень крепко, и я сразу все его минусы тоже вижу. То есть если чай что-то не так, ты как его не завари, там это будет понятно, но если заваришь его очень крепко, то будет понятно точно. И то же самое с хорошим чаем. То есть все его, как бы, все на богатство сживается. Это не очень какой-то, скажем так, аутентичный, правильный способ депутации, но я для себя вырубил такой. Пока пищу посмотрите. Зеленый чай, это остров Тайвань. Остров Тайвань, въезд Синчжу. Въезд Синчжу, это на границе с Мишань, ну это как бы, Тайвань, северо-запад. Остров Тайвань, там, в принципе, делается, но там есть отдельные фермеры, которые делают что-то похожее на белочуй, как они это называют, изумрудно-спиралисты. Сейчас зеленый чай на Тайване практически никто не делает. То есть там тоже есть небольшие, скажем так, экспериментаторы, кто делает зеленый чай подалеку от Тайбэя, там еще есть фермеры тоже, кто занимается, но в целом скорее не делают, чем делают. Поэтому понятие «тайваньский зеленый чай» это довольно-таки редкое явление. Такой же конкретный чай. Да, чай специальный. Именно поэтому, вот все, кто знает, что когда открываются клубы, на самом деле всегда, когда я делаю дегустацию, я стараюсь что-то такое привозить. Потому что, ну, мне надо этим с кем-то делиться. Продавать это можно тоже, но просто вот это, например, оно очень запредельно стоит. Зеленый чай еще будет, там, тысяч 40-100 грамм где-то. Но вот это вот, оно стоит еще дороже, во много раз. Вот, поэтому, как бы, я могу этим только угощать. Даже сам себе, блин, немножко меня поддушивает. Да, поперись с нами. Поэтому, да, поэтому приезжайте на дегустацию. Когда дегустация проходит, я чем-то такое притаскиваю, чтобы было чем удивить, и чтобы, знаете, было некое ощущение планки, вот куда можно еще вот развить свои органилиптические истории. Так, прошу, можно дальше? Да, можно. Да, это, по-моему, зеленое, а это шоу. Я думаю, что через какой-то момент они усталут, и мы что-нибудь поменяем, запахаемые дороги. Мне так радостно вообще наконец-то живых людей увидеть. Потому что просто вот это вот безумие все, которое сейчас творится. Причем сейчас мы еще приехали из Голландии, то тут Дима, вот Дима. Дима – это наш маркетинг-менеджер Нидерланды, Австрадам. Вот. И он говорит по-русски немного. Понимаешь? Понимаешь по-русски? Да. Что? Вот, в общем. И там вообще велик Голландский час. Там просто, то есть, после восьми даже на улице выйти не может. Вот. Это просто кошмар. И поэтому, когда вы берете людей, это замечательно. Вот. Я надеюсь, что все из вас здоровы. У вас здоровы, в любом случае. Так или иначе, чай, он помогает. И тут сделать для себя личную статистику, значит, то, что у меня очень много контактов в Китае. И вот, ну, они почти сейчас не, но те, которые посудные контакты, где-то, посудные, как где-то, стекло, парфор там делают. Вот чай поменьше, больше керамикой занимается. А как-то там много-то болел. А вот где чая не меньше. Вот реально вот я общаюсь, что-то там болели, но как-то немного. Вот. То есть чай все-таки, видимо, как-то косвенно. Эмпирические исследования подтверждают, что помогает. Не было у нас дегустаций живых, по-моему, с прошлого, позапрошлого. В прошлом году вообще ни одной не было, да? Было в конце 2019 года в Москве. Ага. Я делал в Краснодаре вот в середине года, летом, по-моему, и в Ставрополь. И все. Все, что было в прошлом году. Поэтому, такое радостное состояние. Без всех заведений мы тут здесь не можем. Да, отлично. Отлично. Мы идем видеть, что здесь ничего нет? Да, да, да. Полтора метра, все нормально. В общем, как чай вообще? Опа. Зеленка вообще. Зеленка вообще. Он очень необычный. Я за это его люблю. Он, кстати, будет потом у нас в продаже. Будет называться у меня Никола Аулича. Его будет три или четыре вида. Он, по-моему, был. Но потом закончился. Прошу. Может передать. Вот еще. Это ПУШ. А это зеленый. Это из тех человек, которые заставляют так немножко так. Что? Господа. Меня еще попросили пронансировать. Я очень плохой макетолог. Поэтому пока не подбышал Володе. Я сказал, что тут есть наши книжки. Если у кого-то еще вдруг нет. Моя. Я говорю, наши. Потому что над ней работала команда. Так или иначе. Наша. Мощная. И я могу оставить кому-то автограф. Если она у кого-то есть. Но я ее просто хотел еще пустить полистать. По кругу. Это второе издание, которое вышло 31 декабря. 512 из страниц. 512 с обделением. Но 511 с изображением. А 512 она вот такая. Поэтому я почему-то не называю. 512. Второе издание. 8 лет работы почти. В общей сложности. Потому что там первое издание, второе. Между двумя изданиями еще 2 года. Всяких разных дополнений. И усилиями воли она была остановлена. На самом деле там еще можно. Еще столько же добавить. В принципе, Китай большой. Ехать еще есть куда. Но в прошлом году никуда не поехал. Мы решили, давайте закончим. Ага. Издадим, что есть. Вот. Тут, в принципе, я считаю, без лишней скромности скажу, что на русском языке и сейчас уже будем говорить на английском. Это в марте, апреле, может чуть раньше. Как успеем. Это самая полная путеводитель по Китаю. К чайному как-нибудь соберись ехать. Или просто интересно знать. Или посмотреть, как делают чай. Или просто вот. Такой немножко академической информации. Но, в принципе, интересно. То есть можете взять картинки. Как получить, на нее скидывать картинки. Вы можете запросить ее. Я тут просто пришел. Я смотрел ее цену. Мне эта цена, она... Да. Я все перевожу в евро теперь, чтобы было казалось... 46 евро. Всего лишь. Всего лишь. Да, да. Еще хотелось сказать спасибо вот за такую чудесную книжечку. Спасибо. Спасибо, да. Ребенку три года. Ага. Мы неделю назад с ним в серию попить чайку. Я заварил там классический персонажский чай. Класс. Ну, другого нельзя. Ну, он уже знает чебай, чихай. Класс. Класс. Очень приятно. Это был такой у нас тоже очень забавленный проект. Иван, который как раз автор стихов. Это его, по-моему, двоярная сестра делала рисунки. И у нее, когда вот она нарисовала этих персонажей, родилась вот эта идея. Ну, она рассказывала в видео. Это очень. Очень. Весело. Леш, дайте еще одну книжку. Там присылка. По кругу ходила. Я одну дал сюда полистать. Можно еще? Да. По-моему, первый чай уже устал. Да, наверное? Да. Судя по моему ощущениям. Я сейчас тогда... Конечно, конечно. Конечно. Да. Я думаю, что зеленый я пущу. Потому что у меня есть еще один. Тоже с меня также принесли. Так что сейчас все будет. Судя по моему ощущениям. Сейчас заварю. Забегая вперед, скажу, что кто следит за нашим ассортиментом, мне уже четвертый год. Сергей, ну где вот эти старые шины? Ну привези их наконец. Я вот где-то публиковал на ютубе наш обзор с ребятами Шенов. Старых шенов. Да, выдержали шенов. И наконец-то, я думаю, где-то в марте, наверное, я надеюсь, в марте, в апреле максимум приедет полтора контейнера старых шенов. Вот. И они будут... У них будет две крутые штуки. Они будут дешевые и они будут ста. Это очень редкое сочетание. И они будут вкусные. Третье. Это совсем редкое сочетание. Вот. Я надеюсь, что смогу всех порадовать. Потому что до этого времени только тайваньские всякие такие вот уже не всегда доступные, скажем так. Но очень хорошие. Но у тебя не будет. Было бы время крутой шейлов в Баджан? Будет. Все будет. И в большом количестве. Вот. Наконец-то. Вообще просто был такой тяжелый год. В плане сурсинга. Потому что я привык, что я приехал на фабрику. Там. Или приехал на завод. Или приехал просто куда-то. И все нашел на месте. И чай попил. И все упаковал. И все проверил. И отправил. И этот самый лабораторию с собой воткнул. Там в землю посмотрел, сколько они чистенькие. Там вообще. А тут. Ты там все вот это вот. Вичат. Там интернет. Все безумно. Очень удобно. Но мы как-то что-то сделали. Что-то получилось. Хорошо. Так. Друзья. Ну, в принципе, эти чаи еще немножко живые. Но я их, скорее, все-таки предпочитаю отпустить. Вот. А у меня еще есть. Тоже старый выдержанный зеленый чай. Тоже называется бенгулаврича. Только он другой. Немножко другого года. Немножко другого, скажем так, хранения. Весьма-весьма тоже интересен. Ну, честно, я его завожу сразу в двух чайниках. Поэтому никто не будет пузыться, у кого какой чайник. Какого года он далец? Второй чай или трой? Третий. А второй я все отпустил уже. Оба. Они как бы, может быть, даже еще и не устали. Но я их еще навешал взять вот ребята. Если у кого-то есть любые вопросы, спрашивайте. Я с удовольствием что-нибудь расскажу. Потому что я как помело могу этот чай. А какой любимый чай? Любимый чай вот этот. Прямо сейчас, который пью, вот тот сейчас любимый. Это первый вариант любимый чай. Второй любимый чай, это тот, который я еще не пью. Потому что, знаете, всегда, когда... То есть, левый тот, который сейчас, я наверняка не пью. Потому что все остальное, ну, чай бесконечное количество, скажем так, вариаций, технологий, там, всего-всего-всего. И в зависимости от настроения, вот, сейчас там, солнечная погода, наверное, скорее всего, весной мне будет очень круто пить какого-нибудь белого чая, который только что вот приехал, самый свежий, самый там, свежий, зеленый какой-то там. Что-то такое то, что вот, скажем так, с друзьями, наверное, я попью с удовольствием какой-нибудь лунчик, выдержанный, наверное, да, там, вот, в основном, с женой мы пьем красный, потому что она любит красную. То есть, вот это все, вот, на таких вот тусовках я люблю пить что-то удивительное, чтобы вас удивлять, чтобы вам было интересно. Вот, но, на самом деле, я вот лично и сам люблю больше всего чай, который я не пью. И, на самом деле, надо сказать, что последние два года самый короткий чай, это сандарский чай, который мы делаем с Сашей, если кто не видел видео, у нас на ртубе есть у меня два видео, так называется, русский чай. Есть старая серия, есть средняя серия, есть, который в прошлом году снимал. Саша как раз, абсолютно невероятный продукт у него получается, мы с ним на тех эксклюзивных начавах сотрудничаем, и он делает просто что-то космическое, вот. Мы его скиллы сейчас будем распространять на Таиланд, у нас в Таиланде, на север Таиланда будет большая плантация, 5 гектаров. Вот, оттуда первый чай уже появился в Монстердаме, сейчас он есть там. Кому-то очень хочется даже заказать оттуда, но чуть позже он появится в России тоже. Абсолютно уникальный продукт, там старые деревья тоже. Ну, то есть, интересно тем, что это, ну, во-первых, интересно, что не Китай, хотя, в принципе, те же самые деревья, что в Китае, что в Лаосе, что в Таиланде, что в Вьетнаме, разницы особо нет глобально, но интересно то, что там немножко другая технология, немножко другого тела, и все вместе дает немножко другой чай. Вот, и потом еще будем делать в Грузии. Сейчас у нас есть тоже грузовский чай, он, в принципе, неплохой и интересный, но базовый, он там сделан обычными технологическими приемами, которые они там всегда делали. Но вот в этом году мы хотим провести оборудование в Майе, и тоже приведет в Грузии интересный продукт. Вот, что такое сырье, может быть, в Абхазии тоже проведем, но это в России уже что-то. Ну, в основном, вот такие вот интересные проекты, потому что, вот так вот все, продолжая вопрос такой любимый чай. Любимый чай, который, вот что-то ты такое сделал, необычное, и желательно сам, вот, по керамике. То есть у меня в этом году, ну, кто там наблюдал, любимое занятие керамикой, то есть я вот из гаража не вылезаю, по сути. То есть мне же надо, ну, ты говоришь, либо в Голландии, либо в гараже. То есть я из Голландии в гараж, я в Голландии, то есть и так. Мы же только что жгли в печи, мы уже здесь. Сегодня, да, ночью жгли в печи, и потом в три лег, в пять встал, вот разбудил Дима, и вот приехал сюда. Я сейчас буду заваливать, как сок и кладут. Вот я сейчас спрашиваю, сок и кладут. Там семь с половиной грамм. Я думаю, там все тридцать семь с половиной грамм. Здесь полкило. Ваши ставки, господа. У нас много, понимаете? Если я буду класть мало, то вам будет тоже много. Понятно, сколько раскроется? Уже вообще крышка где-нибудь не подтрыгивала, да? Да, ну будет нормально скрываться. Я вот где-то грамм стола два чайника насыпан. Я считаю, что, понимаете, здесь чай можно праздновать, скажем так. Не только лишь все могут заварить чай. Обязательно. Я думаю, что ребята будут проводить мастер-классы, все ребята будут проводить. Ну, когда научатся сами. Поэтому будьте толеранты, пожалуйста, к коллективу здесь. Потому что здесь есть ребята, кто с опытом. Есть ребята, кто только пришел в чай. И будут учиться, естественно, активно. Может быть даже от вас почему-то. То есть у нас тоже часто приходят гости, которые я могу знать. Больше. Есть даже кто больше, чем я, все знают. Конечно, все как ты говоришь, так и не. Главное, чтобы гость был доволен, правильно? То есть зачем человека расстраивать и говорить ему, что он там в чем-то не прав. А можно вопросы? Конечно, нужно. По поводу нидерландов. Да. Откуда пришла идея, желание открытия там чай? Я это знал? Извиняюсь. Ничего страшного. Я не рассказывал, поэтому я скажу. Дело в том, что у меня был и есть друг Александрова завод. И он наш с Таней очень гость, клиент из Москвы. Он туда переехал. У него жена там работает в топ-менеджменте в Итоланде. И у него просто идея. Он говорит, Серега, давай сделаем как-то, приезжай. Я ему расчитал, говорю, полмиллиона евро, мы все сделаем. Говорю, нормально, давай сделаем. Он говорит, хорошо, давай приедем. Ну я приехал, мы с ним поговорили. Он все посчитал, 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 подумал, подумал. Он человек уже немножко в возрасте, не такой рискованный, как я. Он говорит, слушай, блин, я, ну деньги есть, заизолирую, но ничего не получится. Я говорю, ну ладно. Ну я уже приехал. То есть я уже приехал, я уже в свое время, я уже об этом начал говорить с кем-то. Что вот, у нас есть идея, мы там будем делать. И тут слышал один из моих партнеров по разным другим делам в Москве, Миша. Вот. И, значит, он говорит, слушай, классная идея. Мне вам тогда нравится, давай делать. Вот, я просто так обморвался, даже ничего серьезного не планировал. Я говорю, слушай, ну ты уверен? Мы сейчас зальем туда реально очень большие деньги. И как бы не факт, что что-то из этого получится. Он говорит, давай рискнем, потому что кто не рискует, кто, собственно, ничего не делает. Вот. Ну и вот так оно получилось. То есть мы приехали, это уже два года все длится. Сначала мы там разбирались с юридическими вопросами, там, как там, то-сё. Я там устроился на работу, получил ВНЖ, потому что там невозможно. Даже за счет банки не откроется. Там где-то санкции, фиганкции, это все. В общем, все было непросто, но все получилось. Сейчас клуб настраивается. Конечно, все там очень медленно. Абсолютно на обум деле, на самом деле. То есть просто там нет этого. И там такое ощущение, вот вообще от западного мира в плане чая. И насколько у нас развита чайная культура, насколько она не развита на западе. Она там есть. Там есть все фанаты чая тоже. Все знают, что такое чайник из Дзиша там и так далее. То есть не все, но какое-то количество людей, да. Но это все находится на стадии, как у нас в конце 90-х. У меня такое ощущение. То есть это как-то вот очень такое зачаточное. И мне кажется, что оно там через лет 10 будет очень сильным. Потому что запрос на это есть. И есть люди очень понимают, что такое гурманский продукт. Потому что я считаю, что, ну это та же Франция, да. Там Париж, ну это просто рай для гурмана. И если неголандцы вообще, то люди не такие. Бельгийца что-то среднее, да. Вот. Потому что мы были в Бельгии. Там есть чайные магазины даже неплохие, в принципе. А в Амсадаме нет вообще ничего. Там два магазина. Там через китайцы, где есть неплохой чай. Но это все. А это не мировая столица туризма и вообще всего-всего. На самом деле у многих с Амсадамом ассоциаций сразу, значит, косяк в зубы там и красный фонарин. На самом деле это абсолютно не Голландия. Это просто какая-то микро туристическая часть, которую сейчас все хотят там закрыть активно в пользу случаем. Хорошо. Хорошо. Вот. Это еще один зеленый челлендж. В общем, для меня это челлендж на самом деле просто интересно попробовать что-то очень сложное. То есть очень сложно. В другой стране другая культура. Все там тонкости юридические, там как все это сделать, оформить. Мы сейчас прошли безумную работу. Например, мне надо было проверить десятки фабрик, посертифицировать на Евростандарт, например. То есть я, например, сейчас выяснил, что у нас достаточно базовый Духунпао Тимпин оказался гиперорганический. Вообще суперчистый. Хотя я думал, ну то есть это не секрет, что в Китае, да, конечно, чай, никто от него не умрет. Но так и иначе все это не используют. Оказалось, что какие-то чаи, которые, я думал, что они, там наш зеленый Моли Рюйча, там самый бюджетный. А значит чистый вообще совсем. Вот. И в принципе платить сюрпризов, наверное, особо не было тоже. Наоборот, были хорошие. Это было довольно приятно. Потому что я всегда говорил все эти годы, что ну вот там ничего там страшного. Ну да, используют, но я не умею. Я пью все подряд, только потом тестирую. И тут это все доказалось на практике, что на самом деле чай-то, в общем-то, неплохой. Вот. Это очень приятный был сюрприз. Вот только что. Лаборатория СГС, крупнейшая в Индерландах. Ну, это международная сификационная лаборатория. Сейчас мы по ней работали. Это было такое большое тоже истории. Ну и второе, это то, что да, новые люди. То есть, конечно, в основном сейчас обрадовались все эспаты русскоговорящие со всего СНГ, кто, значит, наконец-то получил возможность. Куча друзей из Украины, которые ничего не могут из России получить из-за вот этих всех политических бюджетов и беды. Вот, которые теперь могут заказывать из Амстедама и удовольствоваться с скоростной доставкой, там, и возможность отгружаться нормально, там, опытом и так далее. Ну, то есть, куча таких вот каких-то приятных моментов. Поэтому, да, это будет интересное путешествие. Вот. Дима будет частично отправлять корабль. Да? В общем, такие дела. Сейчас мы пьем с вами третий чай. Вот. Чай называется тоже, повторюсь, Ньго и Аунуи Ча. Ньго, Ньго, это то самое государство, которым был Китай до 49-го года. Это, по сути, вот период милитаризма, который был после падения Каньсеи, после таких распри, захвата японцами и того, что всегда вызывает некоторую боль в современном руководстве Китая. Потому что, на самом деле, вторую мировую работу выиграли не они, а выиграл Гоминдан, который потом был выгнал на Тайвань. Но тайваньцы, которые, естественно, тоже Гоминдан же, в общем-то, сделал Тайвань, по сути, Тайванем, да, они, да, скажем так, в благодарность Гоминдану, многие очень вещи называют Минго, то есть, того самого периода этого Миндана. То есть, это Миньго. Вот. Не путаю династии Мин, кстати. Минь это Минь, а Минь это Минь. Важные вещи. Возвращаясь к тем же голландцам, а есть ли у них уже какие-то сложенные откусы? Ну, то есть, им нравятся зеленые и... Дима, расскажи, что нравится голландцам. Вот у Димы был небольшой чай. Сейчас расскажу. Может, даже на голландском. Окей, но для себя в Нидерландах у нас много роли босса, например, то есть, типа, хороший чай совершенно его там нет. Никаких плееров, ничего крутого. Вообще? Что? А своего вообще нету? Ну, как Сережа сказал, два магазина. И никто не знаком с этим. То есть, самое прикольное, то, что они первые привезли чай в Европу. Но это совершенно ушло куда-то в непонятное место. И... Пакетики? Пакетики есть. Спиквик. Пакетики. Пакетики. Не бок и разы-то, но... Прям такого листового чая... А скажи, почему нет? Китайцы не заходят на этот рынок вообще, что ли, с чайом? Ну, нам сказать, что весь рынок Нидерландов — это 17 миллионов человек. Это меньше население московской агломерации. У них не было и желания, что идти, никто не пробовал, и неизвестно вообще, почему китайцы не появились. Почему здесь не появились китайцы, скажи, пожалуйста? Ну, здесь им тяжело как-то. Ну, как? А там думаешь, что легко? Китайцы везде тяжело. Китайцы везде тяжело, потому что их никто не понимает, не любит. Вот. Даже как русских тоже. Никто не понимает, не любит. Всем везде тяжело, если ты не народ. Вот. Поэтому и не понимая специфики локации. То же самое, как у меня была подруга, ну, знакомая. Когда в Костоярске там еще открыл чайный магазин, там два или три, и как бы все закрыло. Потому что надо понимать локальную специфику. И мы вот такие хитрые, такие думают, сейчас мы приедем, сейчас тут все поймем. У нас там есть опора. У нас есть наши русские экспаты. Есть, собственно, не только русские экспаты. Есть просто люди, любящие чай, скажем так. И самое главное опора — это то, что мы тут стоим на ногах, и нам, в принципе, есть очень большой запас прочности. Мы можем долгое время развивать, как бы инвестировать в это. Просто делать это и с удовольствием. Но оно уже начинает растить маленькие ягодки в виде уже обозначенных бонусов. А на сколько там принимают сейчас этот чай? Ну, пока там они просто сидят дома, у них карантин. Они не могут ничего принять. А, то есть это только недавно в Костоярске открылось? Мы еще даже не открылись. Но уже об этом много говорили. А у тебя лично с чего началось? Чай. Чай? Как ты пришел? Первые знакомства с чайом, не знаю. Жена. Она пять лет работала у Бронислава. Опять женщина. Женщина. Во всем виноватым. Во всем хорошем тоже. Поэтому от женщин все вообще в принципе. Поэтому и хорошее и плохое тоже. И поэтому, да, вот она... Очень коротко я снимала. Очень коротко. Она работала у Бронислава пять лет в чайном клубе Чайнарт. Я туда тоже ходил. Мне там нравилось. Какое утро, какое-то утро просыпаюсь, смотрю, у нас чайник. Телик стоит. Чувань. И мы пьем чай. Мне прикольно. Я такой, вау, круто. И так началось. Вот. Я себя очень коротко. На самом деле, да. Просто... Ну, как-то не знаю. Зачесался какой-то. То есть, что надо сделать. Мы дружили с Ильей Бадуровым тогда. Это был, блин, когда 2008 год. И мы сначала что-то продавали по ресторанам чай. Потом как-то... Тоже с другим еще другом. Потом с кем-то еще что-то пробовали. А потом подумали, что надо сделать чай. Вот. И с первой чайникой как-то так одно за другим. Я же промоушеном занимался. Я диджей вообще. Вот. Да. И... Как бы я просто взял всю свою аську. Там, естественно, тысячи контактов. Ребята, я чайник открыл. Давайте тусить. Вот. И так и началось все. Все очень просто. Больше общаться. Больше пить чай. Больше людей вокруг. Задутся жизни. Вот. Ничего не бояться никогда вообще. Потому что все, что ты можешь бояться, на самом деле, его нет. Вот. Это главная проблема у всех. Потому что все что-то боятся вообще. Чайник пояс за челы. То есть вот. Потому что все, кто думает, то есть как бы, ну, сила, она блистрашивая вообще. Просто вот. Ну и как бы не надо делать безрассудных вещей. То есть я понимаю, что абсолютно точно не надо. Что-то точно не выигрыш даже в понятной перспективе. Это да-да. Но попробовать надо. И все. А еще, на самом деле, мне очень нравится высказывание одного человека. Мне спрашивают, а как у тебя все получилось? Я говорю, случайно повезло. И это абсолютная правда. Вот все вот эти темы, что, знаете, я такой умный, я такой классный, успешный, вообще предприимчивый, талантливый. Я вообще просто, все у меня получается. Это полный фуфло вообще, честно скажу. Это никто, это, никто так, нет таких людей, не бывает. Есть просто кто-то, у кого случайно стеклось, как-то и повезло. А кто-то, у кого не стеклось, и не повезло. Если честно. Вот владение китайским, допустим. Что? На китайский язык. Вот это просто упорство, упоротость какая-то есть. То есть есть упорство, есть упоротость. У меня вот это и второй вариант. Когда ты упоротый, то тебе вообще все получается. И когда ты к упорности еще удача. Ну, в общем, все нормально было. Спасибо. Не, ну, как бы, понимаете, ну, а как еще? А Бронислав учил или как? Не-не-не, мы с ним общаемся, дружим, но, как бы, меня никто не учил. Я сам такой, по жизни. Вот, то есть у меня, не, много было друзей, все общались с чайной тусовкой какое-то время. Я просто посмотрел, что есть две штуки. Есть вот эти вот андеграундные хиппори там по подвалам сидят до сих пор еще. Есть, как бы, вот эти вот возвышенные... Тоже, тоже хиппори там возвышенные. А есть, а есть, просто, типа, ну, давай чего порыжить, чаем, там, это, давай на посуду там, контейнер отправим. Такие чувства, безусмены, короче. А нормальных людей нет. Я такой, ну, прикольно, а что это сделать? Вот, и так началось. То есть мы, как бы, собрали от всех все самое классное. То есть хиппори классные и вот эти вот контейнерные движухи тоже ничего. Нормальных людей где взяли? Нормальных людей сами оказались себе против. У нас очень крутая команда, вообще шикарная. Сегодня у меня просто праздник. Я сегодня Андрей из Ростова приехал, Дзима из Амстердама, Галь из Москвы, там, Саша. Все, как бы, все, да, приехали. То есть я всех увидел. Очень приятно. Вот. И на самом деле, да, возвращаясь к этому всему, надо просто очень много всего делать, и тогда что-нибудь получится. Главная проблема, говорю, первый страх, вот это вот, блин, а вдруг не получится. Вот это, да, там, чего и там. Владиво продай и сделай, что-то. Не надо бояться, все получится. Если не по... Когда у тебя нет мосты сожжены, ты, как бы, вот, начинаешь просто, как-то, тю-тю-тю-тю-тю, и масло запустили. Ладно. Это главный секрет. А как подчиняешь страхи себе? Я их не подчиняю, я на них не обращаю внимания. Просто игнорируешь? Игнорируешь. Вообще, пофиг был просто. Пошел. Это не окно, это дверь. Все нормально. Не, ну, на самом деле, еще очень сильно питается. То есть ты же, как бы, создаешь некий поток энергии, да? И вот там даже тот же YouTube, это же просто эгрегор. То есть он там где-то, я там сплю, ем. Вот мы с вами сидим, а с тысячей людей сейчас что-то смотрят и не меня обращают внимание. Они удерживают внимание на мне, на нашем, там, проекте и так далее. Это же, по сути, майнинг. Майнинг психической энергией. То есть я не верующий, а я атеист вообще, да? Но она существует, де-факто. То есть мы сидим и сейчас отчасти соединены в какой-то вот чай. Да? Что-то может. И ты просто делаешь, и оно... То есть пока ты... За тебя должно много, скажем, от чего происходить, не зависит от того, что ты делаешь сам. То есть ты должен запускать потоки. Не сидеть самому там на каком-то рутинном процессе. А что-то придумывать, запускать, оно дальше идёт, и ты дальше движешься, постоянно двигаться. И когда ты всегда двигаешься, оно всегда происходит. Вот это главный секрет. Вот. Потому что движение — это жизнь. И даже если движение неправильное, это лучше, чем отсутствие. Самая большая проблема — это отсутствие движения. Потому что продукт — это вот... Ну, для меня лично... Почему я говорю сначала чай? Вообще сначала продукт, и потом всё остальное. Если ты не делаешь ничего уникального, Тебя легко скопировать, Тебя легко там... Сделать то же самое. Сделать лучше гораздо. Или просто сделать то же самое дешевле. А когда делаешь что-то абсолютно своё, То можешь что-то повторить. И это очень круто. Потому что значит, что кто-то сзади тобой, Значит, ты впереди. Классно. Кто-то тебе повторяет, значит, ты... Поддержишь волшебную идею. Да. Они помогают на тебя же. Ты же финальный бенефициар вот этой пирамиды и всего, что происходит. Похоже. Условно. Есть какой-то ещё вопрос. Он только не замечает, что он в коричневом свитере. А у кого-то ещё. Я прошу прощения. То я сразу ещё не скажу. Да? Если нет, то буду что-нибудь просто рассказывать. Я вообще понял, что люди любят всякую ерунду. Честно. Я вот сейчас снял блог и думаю, блин, надо что-нибудь снять. Сидел в Астердаме. Сниму про то, как чай действует на людей. Просто, ну вот расскажу что-нибудь. Неожиданно в три раза больше просмотров. Ты там, знаешь, вылезешь по горам, что-то там снимаешь. Какой-то репортаж там заморочиваешься, снял, выложил. Мало посмотрел. Какую-то ерунду там что-то на телефон снял где-то по дороге там. Просто много. Мне нравится. Интересно. У меня есть вопросы. А какие вот три самые популярные легенды о чая? Ну типа где стремится и собираешь? С третьей у нас... Популярные где? Ну вот где вы были? Я много где был. А если в Китае? В России. В России? Слушай, как ни странно, самая популярная легенда это про поэр, который закапывает в землю. Я скажу, это безумие для тех, кто чай пьет давно. Но вот я недавно, например, у меня была видеозапись HuaweiCast. Мой друг Альберт ведет тусовку китайцев. И значит, он в Китае с 93-го года. В Китае большую часть жизни пройдет. И вот он был в полной уверенности, что поэр закапывал в землю. Это вопрос о том, насколько китайцы понимают чай. Знаете, я говорю, что если я приеду в Китай, и там кругом все гуру чая, все все понимают. Надо сказать, что уровень образования, из-за того, что у нас это достаточно нишевая тема, а там это супермассовый рынок, у нас средний уровень понимания чая гораздо выше, чем в Китае. Вот реально, без преувеличения, это реально так. То есть взять любого любителя чая, если у нас человек знает, что такое унзин там и поэр, скорее всего, он знает, что чай гораздо больше, чем китаец, который знает, что такое унзин и поэр. Серьезно, абсолютно точно. Вот, это первая дурацкая легенда. Вторая легенда, это, наверное, про вот это вот, даже не легенда, это какое-то расхожее суждение о том, что, если чай из известного места, вот тот самый, то он однозначно классный. То есть называется Минси, Минси – сила имени. Минси бьет, да, там, они говорят, что сила имени довольно высокая. Нага чаша Минсиха, да. То есть, да, тот чай, прям, самый обалденный там. Беляши, да, Минсиха. То есть, это вот самые знаменитые 10 сортов чая. Но все, обязательно вот те вот, они крутые. И вот это, если говорить про китайцев, но вот, що у них это такой пресет. Тоесть, что обязательно чай должен быть вот тот самый. Вот при этом у них очень, такое какое-то эфемерное и, скажем, забавное представление об этом, что такое вот тот самый. Тот самый, ну, то есть то надо им надо делать, потому что так все сказать. То есть это очень, такая стереотипность восприятия чая. То есть, когда ты говоришь что-то вот необычное и говоришь, давайте попробуем вот это. что-то странное, они не понимают, что будет странно. Я, например, пиалу, на которой налита 8 глазури, вся такая психическая, для меня это супер, потому что каждая уникальная. Я говорю, вау, вау, круто, у меня получилось что-то необычное. Сейчас мы жгли, три часа ночи мы закончили, два, и вот я сейчас завтра приеду, сегодня ночью приеду, завтра утром, говорю, про печень, мне каждый раз, там, ничего себе, несколько сотен не сделали, и каждая уникальная, каждая необычная. Мне это интересно. Вот это не про китайцев вообще, то есть они это могут, есть отдельные уникальные, кто это понимает, но в целом массово они не стремятся к необычной. На самом деле, я всегда говорю, что, вот такой разряд вопрос о любимом чая, не бойтесь себя удивлять, то есть это не надо, вот выучили, там, кум пао, тигуани пуя, кум пао, тигуани пуя, ну надо, ну, есть еще любао, есть хай ча, есть там, есть это, тигуани, пожалуйста, тайваньцы попейте, там, гвардунсы попейте, попейте какие-то там интересные инструментальные чаи, там, гаву белую, там, гимнатишку, там, еще что-нибудь, то есть вот это постоянно находка, пользу чего-то нового, это как раз то, что очень встречает большое непонимание. Ну и, наверное, третье такое, ну это скорее даже не знаю, если говорить про чайную легенду, очень много, типа, мартынишки там всякие, то тоже в Китае есть, естественно, типа, что я как бы там, наверное, это какие-то, а, ну вот это, вот, скажем так, телевизионное представление о чайе, то есть, я когда снимаю вот эти все видео, я говорю, ну как, ну ты, ты показываешь наш грязный сарай, ну ты показываешь, что мы там грязными ногами потоптали этот лист, и как же потом клиенты-то увидят, я говорю, да пускай они-то видят, господи, ну люди же не идиоты в основном, да, ну потоптали, потому что 5 стадий термической обработки, ну что там никаких уже этих ног ваших поменей не осталось, отмечаю, потом еще первый пролив слили, и уже точно ничего не осталось, вот, ну как бы, то есть, если те, кого это пугают, до свидания, то есть, как бы, вы тогда просто можете не ходить даже по этой земле, потому что вы прошли по центру крупного города, и там машина выхлопная, вот лишь вдохнули в себя там столько вообще газов, которых за год в чай не наберетесь, ну то есть, как бы, есть, и вот эта вот тема, то, что нужно обязательно представлять вот все вот сказочное, вот как вот по телевизору показывают, девочки, платья хоть, вот плантаты, ровные, красивые ряды, там, облачка, значит, они такие все собирают, там, двумя пальчиками, листики все такие складывают, бамбуковую корзиночку, там, значит, и там все, да, ну, едет, и вот это все есть причем, но в основном это выглядит так, кстати, бабули старые, с косилкой все это, пластинок, мешок напекали, на мотоцикле спустили с горы, обжарили, и получился обалденный чай, вот, если мы поговорим про простой чай, и как бы он для этого, ну, от этого он не сталкивался каким-то плохим, потому что он просто, ну, простой, то есть не надо от него стать светом, но при этом самое ужасное, что люди, которые вот это вот смотрели с настоящего, и наслушались каких-нибудь наших любителей развенчать все мифы о Китае, потому что я-то Китай-то понял, и я уже такой вот, меня уже этим Китаем не очевывают, что ничего там удивительного вот в Китае вообще, там все просто, там вот, смотри, китайцы вообще вот это все не трогают, они взяли там чайник накидывали сюда, там, 200 грамм там сварили, и вот он, вот этот чай настоящий, да, там, это тоже такое, знаете, очень-очень опасная дорожка, потому что люди сначала очаровываются, очаровываются из-за того, что они не глубоко понимают, ну, такой чай, и потом, где-то глубину им уже очень сложно понять, потому что они уже разочаровались. А запаха глубины очень много, и она поразительная, то есть, на самом деле, чай, он супер много имеет граней восприятия, граней возможности его понимания, да, то есть, и чайная культура, и вообще все это вот вместе, там все это есть, все эти замечательные девушки, все эти премудрые коллекционеры, старцы, и это все одновременно, может, и не металлогий, и абсолютно стопроцентно правды, в зависимости от того, куда ты пойдешь, что ты увидишь, и для того, чтобы, вот, научиться, скажем так, различать, делать, скажем так, ну, не фейк, а вот это подражание, когда, да, то есть, ты приходишь на, не знаю, там, деревенский рынок, там, да, или, и смотришь, тут сидит человек, который просто увидел, что чай это модно, и, там, построил из свеженькой какой-то деревяшки, чтобы что-то нагородил, вот, типа, чайный клуб, там, я тут тоже чай-то даю, а когда ты говоришь, слушай, а ты, вообще, там, в Юнайде-то был? Он говорит, да, да, конечно, я говорю, слушай, ну, а вот это, а то, и правишь, ты не был, он ничего не понимает, он ничего не знает, он просто сидит, потому что ты бизнес-бизнес. И, вот, эти люди, к сожалению, немножко, бывает, портят ощущение от Китая, то есть, ты приезжаешь, видишь какую-то ненастоящесть, видишь какую-то показушность, особенно, там, вот, так, знаменитое, вот, шанхайское чаепитие, если это был шанхай, там, туристов разводят, когда за очень дорого продают такую фейковую, типа, церемонию чайную, вот, они, там, платят бешеные деньги за то, что просто кто-то перед ними красиво что-то там заваривает, а потом просят огромные деньги за это. Ну, вот, это такой дурацкий пример, но, на самом деле, вот эти вот грани, скажем так, понимания Китая у меня огромные, и, на самом деле, еще Китай огромный, и он очень разный, то есть, это то же самое, что, вот, вы всю жизнь, например, жили, вот, например, на Чукотке, и у вас, вы живете, вообще во Франции живете, но вы ездите по работе на Чукотку, у вас там скважина какая-то, слушайте, и вот, в течение России хотите составить по Чукотке, чтобы на Чукотке, ну, Россия, там, сюда вот так вот, там, скимосы, там, бигламы, там, значит, вот, рыбу ловят, китов, там, может быть, за половину тоже, и вот, все на собачьих упряжках круглый год, вот, Россия, она вся такая, и вот это обычно про Китай, вот так говорят люди, которые ездят в Китай по работе, или ездят на Хайнань, или ездят еще куда-то, я был, там, в 20, наверное, провинциях, вот, в сложности, и в 10, наверное, где-то, в 12 провинциях я их ездил полностью, вообще полностью, у меня, у меня есть телефоны, карта такая, моя очень любимая, я обычно люблю показывать, вот, если у меня, вот, 90 тысяч фотографий за 6 лет, 83 тысячи, прошу прощения, вот, я когда увеличиваю карту Китая, у меня, вот, ну, каждая провинция юга Китая, вот, Юнань, там, взять, будет желтая, там, каждая деревня, там, фото, каждая деревня, вот, я просто, вот, это Юнань, можно еще увеличить, будет еще больше фото, вот, это граница с Лаосом, то есть, и вот, да, вот так вот, Юнань, если у него увеличить, ну, практически везде, то есть, вот эта книжка, которая там, выставили, по сути, такое, начали, у меня на любом моем парню есть фото и видео, все нормально, все доказано, да, вот, и тогда ты начинаешь понимать всю эту многогранность, вот, где там есть, там есть есть и бескультурные штуки, есть и культура, есть какая-то ерунда, мифология, есть какие-то очень глубокие, интересные штуки, все это вот многогранно, нельзя никакого на это повесить плейбл, нельзя повесить, что вот так, оно вот там же, тут так, нет, оно там все, по-всякому, даже как и здесь, так же, как и везде, нету какого-то вот этого вот, то есть, есть какой-то стереотип, я сказал, да, ну, это, скажем так, это в основном, но исключение есть из всех правил. Я смотрю, чай хороший, да? Все так. Это еще не все чаи, сейчас мне ребята принесли тут. Да, следующий чай, следующий чай, у нас пока еще есть время, это удивительно, то ли я быстро говорю, то ли время у меня идет. Я, наверное, сейчас сделаю последний пролив этого чая, он, в принципе, немножко так уже уходит, но пока живой. По Китаю двигался, когда ты первое время, ну, ты узнал, куда поехать, а дальше сам уже выбирал, куда поехать, или все-таки были какие-то ориентировки? Слушай, ну, первая самая дурацкая ориентировка, я приехал в Пекин, рынок Малиндао, это чайный рынок в Пекине, которым начинали, наверное, свой путь, ну, наверное, все чай-торговцы… В Малиндао. Да, в Малиндао, вот, и более того, некоторые должны на нем его и закончить, так что никуда не уходили, потому что там все есть, там все есть. Но вопрос почем, вопрос что и какое, на какого качества, в каком ассортименте там, ну, мне, скажем, там стало скучно через полгода. Вот, то есть съесть вот два или три раза и потом, как бы, два, хабуки. Вот, и мне всегда хотелось докопаться до чего-то, ну, нового там, до какого-то. Интересно, вот, я говорю, вот это, как вот не потерять интерес? Опять-таки, делать новое и рисковать, и двигаться. Потому что, вот, иначе, вот, ответ на вопрос, какой у тебя самый любимый чай, останется в Куэру, ну, вот, шу, там, люблю, там, Мунхайскую шуручку, там, В-93, там. И все, и, как бы, на этом все закончится, как бы. И, ну, это классно, я не прошу прощения за такой, может, некрасивой пародию, как бы, никого не хотели убить, ни в коем случае. Более того, у меня есть такие друзья, даже, кто вот так же вот до сих пор любит эту саму Мунхайскую шуручку. И, как бы, ну, слава Богу, да, то есть мне просто, я не такой, да, и поэтому мне это не так интересно. То есть мне интересно всегда что-то новое находить. И вот эта вот проблема как раз в том, что я не очень системный, у меня слава Богу есть партнеры, кто очень системный. Они в какой-то момент просто помогли направить, ну, забрать даже, может, для себя частично какие-то задачи, там, организационные, давай там сайт переделывай, давай там какие-то бизнес-процессы наладим, там еще что-то сделаем. Потому что я, я псих, я в Бору уехал, у меня там свои дела. Я там чай нахожу, там, вот, я люблю, я понимаю какие-то уже штуки про организацию, там, команду ДУК и все остальное, но в целом я не проеду, я про путешествия, я про Бору, и про чай, и про посуду, и про что-нибудь сделать. Я говорю, а что, что-то там у тебя с ними, там, поехали, а поехали вот туда, точку где-нибудь там, на границе с Вьетнамом, там, там же Малипо, там тебя задержат вообще, там, как бы военная зона. Ну, ничего, поехали, нормально, задержат, задержат, ну, вот, задержали. Ну, ничего страшного, ну, посидели, объяснили, что мы за чаем, что вот мы тут, вот так вот, вот так вот. Нашли обалденнейший шэн из Малипоа, кстати, вот в этом году я не был там, потому что там ехать надо. Может быть, в том году не был, в этом году надеюсь будет. Вот такие дела. Так, мне принесли просто шикарный шоу. И, Коля, я еще здесь. Буквально, у нас еще есть, ребят, ну, 10. Вот, потом мне надо бежать. Там Саша рядом есть? Да. Не женсуй подписать. Что? Не женсуй сейчас. Не женсуй успею подписать, может дать, я в процессе подпишу. Да? Ну, да, давай еще подписать, еще написать. Вот. А, значит, ааааа, как зовут? Сегодня лета. Сегодня лета. Сейчас я тогда пишу. А более подробно по франшизе с кем можно поговорить? Аааа, можно здесь будет Володя, вот. Сейчас я познакомлю. Почти со всеми. Можно поговорить так? Володя, видали? Да, пойдет. Так, сейчас я пошел. У меня очень красивый почерк, ничего не понятно. В общем, да. Тогда пиши с размахом. Да. Мы сейчас попьем последний чай. У меня был еще один, но, к сожалению, последний будет. Сун Джун. Бесловно, приводится как Сод династии Сун. Вот. Дань Сун одиноко растущий куст. Вот. Он, кстати, есть в продаже. Если кому-то тут понравится, остатки тут, может быть, можно будет забрать. Всего 4 тысяч стоят, в отличие от этих, которые были до этого. То есть это 10 и более растущих. Так. В общем, да. Это улун из северной провинции Гландун. Который выращивают, собственно, непосредственно на пике Кудун. Вот. То есть в том самом крике, который считается родиной этих вот самых улунов из Фон Куа. Вот. В принципе, называют его... Если было такое... Было. Уже оно умерло. К сожалению. Одноименное дерево. У меня оборонилось это в книжке написано. Которое жило с династией Сумы. Было больше тысячи лет. Вот. И оно, к сожалению, умерло буквально, по-моему, года 3 или 4 назад. Даже меньше. Но оттуда его черенковали. И, собственно, сам по себе вкус, сорт жив, здоров. Но самое старое дерево, к сожалению, уже нет. Я очень надеюсь, очень классно и здорово, что вы все пришли. Я обязательно буду повторять такие наезды. Потому что очень круто, что здесь у нас 4 уже клуба на юге. Будем такие делать микро-туры. Может быть, сейчас еще кто-то откроется где-то еще. Потому что хорошо пошло. Вот. И тогда буду приезжать. Я думаю, что к концу весны. Обязательно проведем еще какую-нибудь встречу, дегустацию. Буду всех очень рад видеть. Приходите. Следите за новостями. Обязательно приходите сюда, к ребятам. Будут нужна поддержка, идеи вообще всякое разное. Они будут стараться ретранслировать все самое крутое, что можно, скажем так, родить. И используя наши, скажем так, мощности. Мы тоже в этом году, у нас такой сильный очень год. В том плане, что мы радикально будем обновляться. Мы два года копили энергию. И сейчас у нас, да, будет много открытий. Будет много нового чая. Очень много. Вот. Сейчас на следующий день компейнер придет еще один. Потом еще одну. То есть будет сейчас много движения и по сортименту, и по новым проектам внутри нас. Вот. И при этом, самое главное, в чем наша задача, это оставить вот тот самый дух мой чая. В масштабах там будет 200 чайников, 3000 чайников. У нас все будет так же. Пока я жив, оно будет так же точно. Мы дальше будем смотреть. Вот. Просто приходится больше ездить. У меня часто было просто, хватит ли на всех чаях? Хватит. Просто надо больше ездить и больше брать. Сейчас большинство этих фермеров, которые вот не очень большие, они работают только на нас. То есть как бы, ну то есть все, что они производят, мы выкупаем почти полностью. Особенно если говорить про маленькие какие-то заводики, где там два-три человека, там одна семья. У них там пару гектаров земли, там, и они делают что-то. И я очень люблю такие, такие производства, такие заводы, потому что они очень, тоже нас ценят для них большие. Да, там, для больших заводов, они большие, в любом случае. И поэтому мне очень интересна эта работа. Мы применяем всегда. Всегда разрывают что-то новое. И приятно работать именно с людьми, кто делает чай. Интересно находить новые, интересно меняться технологии, интересно забирать какие-то знания из одного места, давать их в другое, чтобы постоянно что-то происходило с чаем, чтобы не заставился. Так все вышло за пределы, скажем так, банальности. Например, в этом году, я говорю, сейчас приехал, белые габы. Вот, делали, в принципе, белые габы здесь, в Касандаре. Но сейчас вот очень интересный чай. Белый габы-чай из Юндуна, это юннанское сырье. Самые высокогорные чайные сады, Далюшу называется, деревня. Там тоже были, они тоже, тоже они же сделали габы-шу, и вот они же сделали габы-белый. Ну, по сути, это тоже очень-очень белый чай, да. Вот такие устойки меня очень сильно вдохновляют. Не сказать, что такой чай у нас есть, но все больше и больше чая в нашем ассортименте будет таким, каким-то вот очень-очень нестандартным, необычным, удивительным. Вообще, на самом деле, я чуть-чуть завершу, вот мне приделось что сказать. Видите, крутой чай, вот крутой чай, вот самый дорогой, самый обалденный, лучше пить чуть-чуть самого дорогого, самого обалденного. Да, Александр, уже все, да, я понял, сейчас минута, и мы валим. Я свой чайник уже почти упаковал. Значит, ну, красотедины тоже можно пить, но такой пить гораздо интереснее. И каждый думает, ну, это, ну, как, ну, не могу себе позволить. Всегда все можно позволить. Можно купить 10 грамм. Заварить подером, и это будет обалденно, невероятно классный экспириенс. Вот как сейчас. Может даже круче. Потому что будет меньше народу, будет более раскованная обстановка и так далее. Потому что просто чай, он хороший, классный, здорово, можно пить каждый день, можно там что-то получать. Ну, хороший чай на каждый день, да. А вот именно особенный чай, он дает какое-то другое следует в кончестве, да. Вот тот самый то, что сейчас, я думаю, так или иначе все получили, да. Не взирая на моё хаотичное заваривание, там, всё. Вот так или иначе он дарит это. Ну, во многом чай вот для меня лично, он для этого. То есть я вот лично стараюсь пить крутой чай в основном. Его, конечно, очень дорого отходится, но... Да, да. Вот. Потому что дарят другие соседи. Отсюда всё. Это аналептик, вкус, аромат, и всё вообще. Это ещё стимулирует больше зарабатывать, что-то придумывать, принимать. Блин, на чай не хватает. Ну, надо, что-нибудь займёт. Подумаем, да. Стимулируется. Ребёнок родился, там, ещё один, да. Ой, не так, надо что-то ещё предпринять. И задача. Вот. Всё, последний пролив. Ребята, меня уже просто гонят отсюда. Получается 2 чай. Да? Последний 2 чай. Все успели попробовать последний чай? Да? Да. Класс. Ребята, очень всем громаднейшее спасибо, что пришли. Очень, очень приятно, что мы здесь открылись. Я обязательно мне всё приеду. Спасибо. Да, то есть пишите тоже, кстати, если какие-то вопросы мне личные, я, кстати, всегда тоже доступно по всех телеграммах и так далее. Отлично вы отвечаете? Я отвечаю в телеграмме. В телеграмме я админ группы нашей, да. То есть, если я там могу ответить, я отправлю куда-то коллегам, да. Но если какие-то вопросы, то он может писать всегда. Я рад помочь, подсказать там. Мне абсолютно, мне очень приятно заваривать чай, да. То есть, это для меня лучшая вообще затея, да. Всё равно. Особенно, когда сразу масса вот такого проживут, сразу все семь поделятся. Поэтому, да, я стараюсь любить то, что делаю до сих пор. И делать так же, как это делаю там 10 назад или куда-то. Не заснусь от того, что происходит. Вот. Поэтому такие дела. Всем огромное спасибо. Спасибо. Очень вам благодарны вам. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok